Итак, в эфире бизнес-класс на FENAM.FM. Я Георгий Вербицкий. Как и всегда, приглашаем интересных собеседников, обсуждаем, возможно ли сделать бизнес в России, как это сделать и чего это может стоить тому, кто этот бизнес делает. Сегодняшняя тема – это реклама. Является ли она двигателем прогресса? Как к ней подойти и можно ли сделать бизнес на рекламе? Вы можете звонить в прямой эфир. 495. Телефон – это код города. 6510996. Сегодня у нас гость Юний Давыдов, генеральный директор агентства R&I Group. Добрый вечер. Приветствую вас. Ну, в целом, я хотел просто для начала обсудить… Вот смотрите, такой пример. Вот есть, допустим, какой-то товар. Стоит он условно 5 рублей. И есть такой же товар, ну, примерно такой же товар, но который активно рекламируется. Стоит он уже не 5 рублей, а, допустим, 6 рублей. Почему? Потому что в его себестоимость уже заложены расходы на рекламу. То есть, делает ли реклама наш мир лучше вообще? Как вы считаете? Она его делает прикольнее. Насчет лучше – это вопрос сложный, философский. И вы мне предлагаете… У меня сложный выбор, Георгий. Мне надо либо отвечать честно, но тогда мне надо отвечать в ущерб тому бизнесу, которым я занимаюсь 20 лет. Либо мне надо отвечать как рекламщик. Вот, кстати, интересно, какой выбор вы сделаете. Это мне тоже интересно, какой выбор я сделаю. Я могу постараться отвечать честно, потому что я уже давным-давно этим занимаюсь. И мне типа… Ну, мне есть чего терять, но я не боюсь, что мои признания заставят меня уйти с рынка. Я думаю, да, что ваш бизнес вряд ли пострадает. Наоборот, если вы будете отвечать честно, открыто, ответы будут, скорее всего, интересными, и это поможет. Да, не уверен, что они будут совсем уж деловыми, потому что эта тема, скорее, философская. Я, кстати, подумал, там вот сейчас минуту назад прозвучал анонс передачи, и последняя фраза была «Для детей от 16 лет». Я подумал, что то, о чем я могу рассказать, это для детей от 50 лет. Дело в том, что… Даже страшно спрашивать, что же это такое. Просто… Просто это… Я отвечу, это действительно страшно. Это рекламная индустрия. Вот. Итак, какой был… Я запутался. Какой был вопрос? Вроде бы дети смотрят телевизор, и в течение дня все-таки все, что есть, и даже та реклама, которая показывается, она, в общем-то, не должна, по идее, нанести какой-то ущерб детской психике. Нет, ну, конечно. Хотя это вопрос, кстати. Я не буду материться, но я могу, во-первых, детишкам, которые смотрят, а также молодым рекламистам, которые слушают эту передачу, сказать, что не надо рассчитывать на какие-то истины. Я совершенно не считаю себя человеком, который может других учить. И вообще я считаю, что мой бизнес, он таки успешный. Да, мы сейчас входим в десятку по биллингам, по креативу и так далее, и так далее. Но я не могу сообщить неких законов, которым надо следовать и добьетесь того же самого. Я считаю, что мне так просто повезло. Несколько случайностей, несколько авантюр, несколько откровенных было… Ну, авантюра, да, иначе это не назовешь. Несколько было обманов, таких глобальных, благодаря которому вот у меня бизнес и начал строиться 15 лет назад. Юня, а вот скажите сразу, у меня написано «генеральный директор», а вы генеральный директор или все-таки еще и собственник? Я собственник, да. Единоличный или в партнерстве с кем-то? Я… у меня недавно появился партнер, года три назад. Моя бывшая секретарша, потом бывшая моя менеджер, потом аккаунт-менеджер, потом синьер аккаунт-менеджер, потом коммерческий директор. Сейчас она стала моим партнером, абсолютно по праву. Интересно, интересно, очень интересно. Да, вообще это была Шарашкина контора, в которой я был один, я был в буквальном смысле один, я был и генеральный директор, и грузчик, и секретарша. Первый год было именно так, и я совершенно не планировал, что… сейчас у меня 117 сотрудников, мы открываем там филиалы и так далее, но я совершенно не представлял, что это будет какой-то крупный бизнес. Я играл. То есть это везение, по сути? Это везение… Обычно, знаете, бизнесмены говорят, нет, нет, какое везение, это тяжелый труд, я там вкалывал, 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 обычно вот такое мнение. Вот я, наверное, самый неправильный бизнесмен, я могу сказать, что тяжелый труд, да, конечно, но это все вторично. В нашем бизнесе главное оказаться… Как это не печально звучит, потому что это невозможно повторить, но оказаться в нужное время, в нужном месте. Притом, это везение, которое совершенно не от меня зависело, я просто, ну, попал несколько раз в десятку по случайности, и таким образом понял, что, ага, надо, оказывается, этим заниматься, оказывается, надо рекламой заниматься. Потому что в те времена, когда я начинал, я совершенно не планировал рекламой заниматься, у меня другое образование, я могу рассказать. У нас же в 90-е годы произошел некий взрыв рекламного рынка, о чем, кстати, вот, какой там фильм-то вышел, 99 франков, да? 99 франков, потом был по Пелевину. А, да-да, по Пелевину вот был фильм, как раз описывающий вот эту всю ситуацию. И я так понимаю, что как раз в это время и произошло некое понимание, что реклама – это интересная штука, на которой можно сделать деньги. Дело в том, что Пелевин гораздо точнее, чем 99 франков. 99 франков – это про их западную индустрию, которой 100 лет. А Пелевинская история про рекламщиков на абсолютно диком рынке. Я себя чувствовал 15 лет назад именно так. Я чувствовал себя, как такой, знаете, испанский конкистадор, который приехал к аборигенам и показывает им свою креативную бижутерию волшебную. И эти наивные аборигены, у них текут слюни, они несут мне золотые слитки. А вы откуда приехали? Я приехал из Москвы в Москву. Я просто говорю… То есть по какой причине у вас сформировался вот такой большой разрыв между вами и потенциальными клиентами? Сейчас скажу, откуда я приехал. Я приехал из искусства. Я в прошлом актер, я учился на сценарном, я всегда считал, что я буду писать. Но те времена, надо зарабатывать. Я составил для себя такую историю, бизнес-план, что я на год уйду в бизнес, максимум на год. Для того, чтобы заработать бабла, я так себе и написал лично для себя письмо в будущее, что я заработаю и снова буду писать. И ушел в бизнес. Сценарий, да? Сценарий, да, да, да. Я об этом искренне мечтал. И я не думал, что у меня будет рекламный бизнес. Я придумал, что я буду промоушеном кинофильмов заниматься. Такого термина никто не знал, а мне представлялось, что это что-то дико модное. Я представлял, что я, знаете, такой типа драгдилер, который едет в лимузине с золотой цепью, занимается промоушеном кинофильмов. И я, у меня был офис 9 квадратных метров, который мне мой друг за бесплатно дал на там 3 месяца, стартап типа такой. И я рассылал факсы по всей стране. Тогда мало у кого была электронная почта. Я рассылал факсы, в которых было написано это слово промоушен. Я готовился к шквалу звонков, репетировал. То есть, само слово уже имело зарядники. Как я думал. Западный лоск. Да. И я был уверен, что сейчас меня завалят заказами на фильмы. У меня, кстати, бумажка была, висела на стене, как вести разговор. Когда мне позвонят, скажут, нам нужен промоушен, я сразу спрошу западный фильм или российский фильм. Типа я эксперт в этом. Позвонил первый клиент. Я этот звонок помню очень хорошо. Потому что, вот это, кстати, одна из рэперных точек. Я думаю, что это в любом бизнесе так. Любой стартап, он начинается с авантюры. Вот я вам рассказываю историю. 100%, 200% авантюра. Так, позвонил первый клиент. Он был бандит. Это было слышно по голосу. Типичная история, да. Он спешил, явно на стрелку. Он мне сказал, но я не буду дословно цитировать, по понятным причинам. Он говорит, алло, ты, короче, промоушен там, отвечаешь за промоушен. Говорю, да, какой фильм? Западный, российский? Говорит, что? Пиво. Какой фильм? Пиво. Короче, мне с тобой базарить западло. Бери ручку, пиши. Мне срочно нужно подогнать 40 промиков в супермаркеты. Давай там метеорчиком. Бабло не вопрос. Пацаны подвезут. Сколько стоит? А для него бабло был не вопрос. Промики это... Я не знал, что такое промики в тот момент. Я сказал, дайте пять минут. И стал выяснять, потому что для меня это бабло был вопрос как раз. И выяснил, что промики это промоутеры, но совсем не те крутые, как я по себе представлял. А это прыщавые подростки, которые листовки раздают. Вот, Юни, у нас сейчас будет перерыв на новости. Я хотел еще раз напомнить, что у нас работает телефон прямого эфира 495-6510-996. Либо вы можете написать на сайт, на сайт Finam.fm и выразить свое мнение. Ну, в данном случае вопрос, реклама является ли двигателем прогресса? Ну, я бы от себя добавил вопрос, а нужна ли реклама, то есть такой более философский. Итак, после новостей продолжим. Итак, продолжаем разговор про рекламу. В студии у нас Юний Давыдов, генеральный директор агентства провокационного маркетинга R&I Group. И Юний рассказывал очень интересную историю, как начинался его бизнес. Юний, продолжаем. Все нормально, слышно? Передам. Таких-то историй много. И я думаю, что мои коллеги, которые занимаются рекламой, они тоже у себя могут вспомнить подобные истории. Ну, собственно, эта история, вот, я выяснил, что промоутеры это совсем не так круто, как я думал. Но, тем не менее, за них платили. Я позвонил клиенту, перекрестился, сказал, что да, я занимаюсь этим. Вот сколько стоят промоутеры. Это был первый бриф. Бриф, то есть, когда клиент мне сообщает, что он хочет. Общее описание того. Да, вот этот бриф занял 30 секунд, реально. Он мне вместо каких-то гарантий, он сказал, ну, ты, если что, за базар отвечаешь, сказал, отвечай. Он говорит, ну, ладно, не понтуйся, сделай мне красиво. Так звучал первый клиентский бриф. И я сделал некрасиво, конечно, но… И понтуясь. И понтуясь, но… Но все равно заплатили. По-моему, не очень заплатили, но главное не в этом. Главное, что я в точку попал. Потому что, когда я эту акцию худо-бедно сделал, позвонил второй клиент, который сказал промоушеном, занимаешься, промики нужны. И выяснилось, что именно в таких промиках рынок остро нуждается. А в том бизнесе, который я для себя напридумывал, он не нуждается. Поэтому я стал заниматься какими-то странными промиками. Совсем не гламурными и не креативными, вроде бы. То есть промоутеры, которые что-то там показывают, там ходят девушки красивые. Да, да, да. Рекламируют что-то. Потом, естественно, там мы стали расти. У нас помимо промо появилась там всякая другая реклама. Сейчас мы полным циклом занимаемся, естественно. Но вот как все начиналось. Юня, а вы знаете вот такую компанию Кет Чум? Кет Чум? Да. Нет. Я буквально сегодня прочитал, что оказывается у нас Россию продвигает пиар-компания американская. Называется Кет Чум. И она продвигалась. Потому что буквально 10 сентября принято было решение, что Россия разрывает контракт с этой компанией. А компания занималась формированием положительного образа страны. Видите, даже государству нужна реклама. Это болезненная тема. Я поэтому болезненно отвечу. Правильно, что разорвали контракт с американской компанией. Я не знаю Кет Чум. Но само то, что американская компания продвигает образ России, это колоссальная ошибка. И будет еще одна ошибка. Если поручит любой какой-нибудь британской компании, это должны делать... Я, позвольте, отвечу нагло. Это могу делать я. Естественно, не я один. Но люди, которые знают, что такое русское чувство юмора, русская ментальность, русское хамство. И знают то, чего боятся западные люди. Я знаю, как продвигать Россию. Может быть, самонадеянно звучит. Но я точно знаю, чего не надо делать. Но я с вами, наверное, соглашусь. Потому что вообще, честно говоря, даже странно звучит. Стоит ли нам вообще пользоваться какими-то услугами, как стране, продвижение. Это вообще сам по себе вопрос. Ну и, естественно, если пользоваться, то кому платить деньги за это? Конечно, нам самим надо это делать. А на самом деле я убежден, что в России есть прекрасные умы. Я себя к ним не совсем причисляю. Но я бы с удовольствием в рабочую группу вошел. Но есть специалисты, есть креаторы высочайшего класса. И я вижу, к сожалению, я часто езжу по загранице. У меня есть такая игра «Найти Russia Today». Знаете, канал этот. «Найти Russia Today», да, он же тоже, в общем-то, по сути, создан был, насколько я понимаю, для продвижения какого-то имиджа. Каких-то освещений, каких-то событий в свете, который выгоден именно нам. Вот не работает. Вот я его нахожу на каком-нибудь 89-м канале после вьетнамского телевидения и перед платными каналами спорно. Понимаете, вот этот «Russia Today» – это неправильно. Россия… Ну, это отдельный большой разговор. Как продвигать Россию тогда? Во-первых, клин клином вышибают. Те стереотипы, которые есть у Запада, нами брезгуют, нас боятся. Не надо пытаться делать вид, что мы стали чуть-чуть лучше, мы стали чуть менее страшными, чуть более соблазнительными. Надо высмеивать эти стереотипы. Я-то знаю, что это неправда. Я знаю, что эти стереотипы гораздо серьезнее, чем ситуация, которая есть. Ну, то есть показывать ролики, где у нас медведи ходят по улицам и этим… Примерно так, более оригинально. На здоровье, водка. Ну, если угодно, да. Нас боятся, нас боится весь мир. Я в какой-то желтой английской прессе прочитал, в самолете летел. Я прочитал, что, оказывается, мы у Франции покупаем авианосцы «Мистраль». Слышали? Да, да, да. А оказывается, я прочитал, мы покупаем их для отвода глаз. Потому что у России есть какое-то оружие седьмого поколения уже, которое как долбанет всех из космоса. А авианосцы нужны, чтобы Запад подумал, что мы не имеем ничего своего. Вот такой бред. Нет, но этому же бреду верят люди. Я лично видел отношение ко мне как к русскому в Америке. Это нам может быть смешно, но когда я говорю, я из России, мне говорят, сочувствую. Ну, вы же останетесь у нас? Я говорю, нет. А, вам не дают остаться? Я говорю, да нет, я просто вернусь. А, потому что у вас там родные, вы не можете их бросить. Здесь, на самом деле, да, возможно, это просто из-за того, что очень много людей, ну, опять же, не сейчас, но какое-то время назад оставалось в Америке. И сейчас, я так понимаю, что этого тренда уже давно нету. Если есть у меня две минуты, я скажу, как надо продвигать Россию. Есть у меня две минуты. В порядке бреда, это у нас такое выражение расхожее, в порядке бреда мы выкупаем самый большой авианосец, который только есть в России. Мы не выкупаем, мы его берем в аренду и пускаем его в иностранное турне. И пусть боятся, пусть на нем будут гигантские ракеты, гигантские бомбы. И он швартуется на неделю в каждом порту. Не пустят. Только в нейтральных водах. Это будет ивент авианосец. Это выставка, это выставка стереотипов. На входе зашуганную западную публику будут встречать пьяные десантники в бородах. В обнимку с медведями. Абсолютно. И с водкой. И с водкой. И с Калашниковым, и с Балалайкой. И они будут недобрые, они будут материться. И весь этот авианосец, это вот вы над нами смеетесь, а мы стебемся над тем, как вы над нами смеетесь. То есть, вот с моей точки зрения, именно так надо на абсолютно серьезное, я говорю сейчас. Пусть это анекдотичный пример, но принцип такой должен быть. Чтобы Запад в результате увидел, что тут полно продвинутых, классных, сексуальных, если угодно, молодых, современных людей. Да, и, кстати, девушек очень красивых тоже, в принципе, стереотип, но хотя он, в общем, правильный. Этот стереотип надо продвигать и развивать. Я могу сказать, как человек, который ездил по разным странам, вот в России, Россия, Беларусь, Украина, самые красивые девушки. Да, я абсолютно согласен, это не стереотип. И это как раз один из козырей, это наша валюта, в хорошем смысле. Еще такой момент, Юни, вот более возвращаясь к рекламе, куда мы идем вообще, как вот на ваш взгляд? То есть, вот я видел, например, японскую рекламу, вы видели японскую рекламу? О, да. Очень специфическая реклама, такая очень какая-то глупая, кричащая, привлекающая внимание, такая очень странная для нас. Вот японцы, они же очень продвинутые, может быть, мы все туда идем? Нет, мы туда не идем. Японцы, это совершенно отдельно японцы. Я и работал для японских производителей, и делал для них рекламу здесь, в России, и ездил в эту страну, фантастическую. Они марсиане, мы идем не туда. Да, у них своеобразное очень чувство юмора, оно нам совершенно непонятно. И та реклама японская, о которой вы говорите, она для внутреннего рынка. Они ржут над этим, меня это пугает. Мы часто, когда я моему японскому партнеру, у меня был партнер, господин Хиро Мизуно, когда я ему рассказываю анекдоты, он не понимает. Когда он мне рассказывает анекдоты, я не понимаю. Мы вежливо улыбаемся, но как-то вот в бизнесе сходимся. Нет, мы не туда идем. Куда мы идем, это вопрос хороший. Слушайте, я не знаю, я могу только предполагать. Есть две тенденции, есть две рекламы вообще. Одна это магазин на диване. Это вот этот повсеместный спам. Это тотальная фальшь. Это такая глобальная обман. Интересно, какой-то, скажем так, обыкновенный продукт, мягко говоря, да, и пытаются из него раскрутить его и продать, что называется, подороже. Да, но при этом как раскрутить и продать? Просто в рекламу вас втюхивают с помощью всех возможных инструментов. НЛП. И совершенно верно, она вас не отпускает. И существует чистая математика, сколько раз надо ударить вас или меня по голове, чтобы вы, Илья, запомнили, чтобы у вас выработался рефлекс, как у собаки Павлова, и чтобы мы начали покупать. Это насилие. Да, согласен. Я считаю, я убежден, что есть хорошая новость, Георгий. Вот эта реклама, она уходит. Она уходит. Процент этой рекламы, как это ни парадоксально может прозвучать, снижается. Снижается процент спама. Просто потому, что она перестает работать. Дело не в том, что есть какие-то новые способы защиты от этого спама, а просто потому, что люди наелись до отвара. Да, уже некий стандартный механизм, уже вырабатывается в психике некая реакция, отторжение. Отторжение. Абсолютно верно. Тошнота. Ну вот вы, кстати, упомянули очень интересный момент, что нам навязывают определенные вещи. Ну вот банально, но действительно, реклама как именно, что называется, локомотив такой, локомотив капитализма. То есть мне вот, например, по-хорошему все равно на чем доехать из пункта А в пункт Б. Да, ну вот мне говорят, что, например, там Porsche Cayenne это хорошо, а Lada Kalina это не очень хорошо. Вот как вы считаете, стоит ли действительно, насколько это оправдано и куда это нас дальше приведет? Ну, Lada Kalina это действительно не очень хорошо. Porsche Cayenne это тоже не хорошо, с моей точки зрения, но лучше, чем Lada Kalina. Ну, то есть просто пример, по-моему, неудачный. Ну хорошо, другой пример. Вот глянцевые журналы, да? То есть молодой человек смотрит глянцевые журналы, у него формируется некий стандарт красоты. Вот как должна выглядеть девушка. А глянцевые журналы это же Photoshop, да? То есть там замазывают все. Я, анекдотические случаи были, когда замазывали пупок случайно. Формируется некий стандарт. Человек ожидает, что в жизни у него этот стандарт где-то он, в конце концов, ему встретится. Не встречается, человек несчастлив. Спасибо вам за точные вопросы. И совсем не бизнесовые, а действительно философские. Отвечаю. Да, это есть. Каюсь. Потому что это та первая часть рекламы, я еще не сказал про вторую, но это та первая часть рекламы, которая, сейчас дурацкое слово скажу, плохая. Она вредная. Она, более того, она очень опасная. Потому что дело не в том, что вырабатывается у молодого человека отношение «я хочу такую девушку», а дело в том, что у него вырабатывается отношение к жизни «я вру». Он видит, что реклама врет. Все видят, все понимают. Мы все с этой маленькой фальшью живем. Мы все допускаем. Дело в том, что не только производитель какого-нибудь сока, на котором написано 100% сок, натуральный, срок хранения 6 месяцев. Не только он понимает, что это вранье, что это туфта, но и потребитель понимает, что это туфта. Вот эта маленькая ложь, она, извините за бранное слово, экстраполируется на другие рынки. Я прошу прощения, у нас сейчас будет очередной перерыв на новости. Скажи еще раз, телефон прямого эфира 6510996 и код города 495. У нас перерыв на новости. Продолжаем разговор. Считаете ли вы, что есть хорошая реклама или плохая реклама? Если у вас есть на эту тему мнение, будем рады, если вы напишите на сайт Финам.ФМ, либо позвоните по телефону прямого эфира 495, код города Москвы. Телефон сам 6510996. Мы продолжаем разговор с Юнием Давыдовым, генеральным директором, прошу прощения, агентства провокационного маркетинга. Или маркетинга, как, кстати, правильно, маркетинг, наверное, да? Слушайте, я не знаю, маркетинг, маркетинг. Вообще у нашей, как назвать, как мы называемся, какая у нас профессия? Рекламщик, рекламист, специалист по рекламе? У нас нет правильного названия. У нас это профессия, у которой нет названия, между прочим, так, на минуточку. В отличие от всех остальных, по-моему. Ну, что имеется в виду, ну, маркетинг, это, в общем, общепринятое слово. Да, только каждый, только, вот, хорошо, есть повар, есть, не знаю, охранник, есть учитель, есть врач и есть маркетолог, маркетер. Ну, вот, опять, что такое маркетолог? Это какое-то облыко в штанах, это не профессия. У нас на линии Георгий, сейчас попробуем поговорить с ним. Георгий, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я хотел бы рассказать вам о своем мнении, о сравнении между рекламой в России и в странах Скандинавии, сейчас, в Финляндии. Очень интересно. Да, у меня родственники в Финляндии, к ним постоянно езжу, и с потребодием есть телевидер. Вы знаете, реклама там отличается кардинально от российской. Она очень спокойная, приятная, какая-то размеренная и без каких-то кричащих, орущих слоганов, что интересно. А в России, в принципе, вот из рекламного бизнеса, в принципе, я не вижу даже чего-то интересного, какую-то интересную рекламу, чтобы вспомнить какую-то. У меня такого даже нет. Вот у кухонной компании, я помню, была реклама два года назад интересная. Единственное, что она запомнилась из нашей рекламы. А так только марки запоминаются, ничего больше абсолютно. Георгий, это вы говорили про Финляндию, правильно? Да, да, совершенно верно. Может быть, это просто особенности финского менталитета? Может быть, они не успевают воспринимать какую-то более быструю рекламу? Вы знаете, как вариант, на самом деле, как вариант. Ну, вот честно скажу, у меня как человеку с российским менталитетом гораздо приятнее, например, финскую рекламу, нежели чем российскую. Ну да, наверное, отдыхает. Как-то отдыхает. Да, и наслаждается глаз при этом еще как-то чем-то. Дело не в финском менталитете, 100%. Отличный пример, но дело в том, что просто Финляндия... Представьте себе, что мы на машине времени переезжаем в Россию лет на 10 вперед. Вот это будет та же самая ситуация. Дело в том, что финны наелись, вот и все. Не хавают, не лезет, неинтересно, неэффективно. Поэтому реклама совсем другая. И я могу точно сказать, куда мы движемся на самом деле, потому что я... Вот Финляндия, вот Сидней. Я был в этом городе дважды в чудесном. Первый раз лет 10 назад, второй раз год назад. Я с изумлением обнаружил, что в городе пропала наружка. Вы можете представить вообще? Я спросил у таксиста, он мне сказал, могу тебя отвезти, показать наружку. И показал плакат Кока-Кола, такой электронный. Это в Сиднее, правильно? Да, это в Сиднее, Австралия. И говорит, у них контракт на 49 лет, поэтому он остался. А я говорю, а где все остальные? А сняли? А сняли не потому, что мэр такой вот самодуру взял да запретил. А потому, что она просто перестала быть эффективной. И мы тоже к этому придем. У нас уже снижается количество наружной рекламы, совершенно неприличная и запредельная. Могу честно сказать, по поводу интернета рекламы, да и в принципе даже по поводу любой рекламы, я вот как правило практически не обращаю внимания. Я не знаю, кто эти люди, которые кликают на эти баннеры. Вот недавно, кстати говоря, основатель Фейсбука, такое шуточное у него письмо было, в котором он упоминал, что по исследованиям кликают на баннеры в Фейсбуке в основном люди, когда они пьяны и когда это глухая ночь. Да, да. Похоже на правду. Абсолютно, абсолютно. Никто не кликает. Это бизнес умирающий. Те, кто работают в этом бизнесе, я к ним сейчас обращаюсь, которые рассылают спам, подумайте срочно о новой работе. Потому что это не мои мечты, это статистика. Количество спама в нашей электронной почте с вами снижается. Кстати говоря, я хотел сказать, что если вы не согласны с таким мнением, то будем рады услышать вас по телефону прямого эфира 495-65-10996. Ну и, кстати говоря, очень хороший момент для того, чтобы перевести разговор в плоскость вашей компании. А вот если все так плохо, если реклама умирает, что же вы делаете для того, чтобы быть успешными? А потому что есть и другая реклама. Вот это то, о чем я хотел сказать. Есть реклама и есть реклама. Дело в том, что я уверен, что будущее за индивидуальной творческой рекламой, которую нельзя назвать спамом, которая возбуждает, извините меня за высокопарные слова, но которая возбуждает чувства у людей. Эмоции. Эмоции. Добывает из человека эмоцию, настоящую. Ну вот смотрите, Apple, компания, которая позиционирует, что если вы купили вот это устройство такое красивое, белое, вы сразу стали творческим человеком. Это пример блестящей рекламной стратегии Apple. Потому что это эмоция. Мы платим совершенно не за электронные шестеренки. Мы платим за мечту. Дело в том, что есть огромное количество людей, которые относятся к этому бренду как к другу, как к любовнику или как к любовнице, вот к этому, к этой шайтан-машине прямоугольной. Да, готовы переплачивать. Они готовы переплачивать. Вот. Это пример действительно, спасибо за подсказку, правильной рекламы. Блестящая реклама. Она не делает человеку хуже. Ну, конечно, она не искренняя, а иначе она не была бы рекламой. Она, конечно, обманывает, но она креативно это делает. Она делает, она раскрашивает мир. Вот эту серость, про которую наш звонящий Георгий рассказывал, что да, кричащие какие-то у нас на телевидении слоганы, но все вместе это какой-то кричащий, но очень унылый фон. Вот эта реклама индивидуальна. И конкуренты Apple, чтобы победить Apple, должны действовать тоже индивидуально. Они не должны пытаться силой задавить. Они должны пытаться проникнуть в голову и возбудить чувства. Какие-то другие. Сложная задача. Но вот поэтому каждая рекламная компания, которую мы делаем, но это не только мы, это вообще транс современный, она обязана быть уникальной. Она обязана быть неповторимой. И это уже не математика, это уже искусство. Ну вот смотрите, получается, что очень много компаний, и каждая компания стремится возбудить чувства, какую-то эмоцию вытащить из человека. И вот они все, как бы с телевизора, с экрана телевизора, радио, с наружки, все кричат, пытаются докричаться, достучаться до человека. Не получается ли так, что человек просто как бы приобретает какой-то такой иммунитет и становится, не знаю, менее эмоциональным. Иммунитет к чувствам? Нет. Мы страсть как любопытная. Это качество, одно из наших качеств, которое грех не воспользоваться. Человек не меняется тысячелетиями. Я вам могу привести аналогию с театром. Театр существует очень давно. Сменяются постоянно постановки. Сюжетов принципиально новых вроде бы уже невозможно изобрести, да? Но почему-то какие-то театральные постановки собирают аншлаги, какие-то проваливаются. Они тоже пытаются возбудить чувства. Тоже, кстати, за деньги. Просто какие-то талантливые, какие-то нет. Ну, согласен, да, согласен. Юни, вот у вас в должности стоит, точнее, в названии вашей компании стоит слово «провокационный маркетинг». Что такое «провокационный маркетинг»? Приведите пример, вот какие акции у вас были провокационные, просто чтобы понимать, о чем мы говорим. Это те самые акции, о которых я говорю. Это абсолютно любая реклама, которая не похожа на рекламу. Ну, пример. Вот в ваших у вас наверняка успешная история создания таких вещей. И что было самым успешным. Окей, у меня таких примеров порядка девять. Вообще у нас более тысячи рекламных компаний. Ну, все тысячи мы, боюсь, в эфире неосветимы. А, будете жалеть об этом, что неосветимы, потому что они прикольные. Давайте топ-3 хотя бы, или топ-1. Топ-1. Компания, которая просто фактически, она самая действительно знаменитая, потому что три гран-при, 14 золотых наград на фестивале. Что же там было? Кейс для банка, наверное, не надо его называть, достучаться до небес он называется. Идея в том, что банку нужно привлечь 526 клиентов. Это не божители, это олигархи, каждый из них с оборотом от 200 миллионов долларов в год. Банк хочет привлечь этих людей. И физлица, и юрлица? Это не важно. Какая разница, какое он лицо, если у него оборот от 200 миллионов долларов в год. Таких небожителей банк насчитал 526. Но как их привлечь? Они защищены от того самого спама, о котором мы говорим. Они циники профессиональные, они не верят этому. Поэтому мы разрабатываем компанию, которую можно назвать компанией провокационного маркетинга. А в один из дней 526 секретарш получают 526 журналов. Это бизнес-еженедельник, который профиль называется этот журнал по всей стране. Они запечатаны. Но почему-то именно этот журнал, в отличие от всего прочего спама, который тоннами получают секретарши, секретарша, образно говоря, бегом несет на сотый этаж, где сидит Иван Иванович, олигарх. Пока непонятно, почему, но она побледнела, позеленела. А может, на обложке Ивана Ивановича? Да. На обложке Ивана Ивановича жесткий провокационный слоган. Там, не знаю, если человек занимается металлургией, Иван Иванов, серый кардинал цветной металлургии. Как отмывают металлы? Подробности на странице 36. И этот месседж Иван Ивановичу доставят 526 месседжей, 526 обложек, 526 персональных подходов. Но все они базируются на таком триггере, на таком рычаге, который называется страх. Дело в том, что у каждого из этих Ивана Ивановича рыльца в пушку. А иначе они бы не были владельцами предприятий с оборотом. Боятся, что доктора вызовут к ним, да? Боятся. И они готовятся к этому. И они много лет готовы. То ли лететь в Кремль, то ли лететь в Испанию. Поэтому он лихорадочно... И вот самое страшное случилось. Все, что представляли. Вот эти несколько секунд, пока он разрывает обложку, он думает, кто за этим стоит, куда мне лететь. У него эмоция. То, чего он давным-давно не испытывал. А дальше там письмо от руки. Это разворот. На левой стороне малюсенький логотипчик банка. На правой стороне письмо от руки, что... Иван Иванович, меня зовут так-то и так-то. Я менеджер по работе с вип-клиентами этого банка. Это банк один из крупнейших. Но дело в том, что мы находим подход к каждому вип-клиенту. И вы должны уже понять, Иван Иванович, что этот журнал в единственном экземпляре. Он сделан специально для вас. Вот мой мобильный. Звоните в любое время. На самом деле, сейчас похвастаюсь, но это правда, рекордная эффективность. Сколько сработало? 86% так называемых quality contacts. При том, что полезных контактов. Сколько открыло журнал и сколько из этого в итоге переросло в какой-то контакт? Мы все меряем полезными контактами. Если человек посмотрел и реклама его не отторгла, он подумал, ну, может быть, обращусь. Это считается quality contacts. При стандартной... Это на самом деле была акция direct mail, стандартная рассылка. При стандартной direct mail 1-7% считается эффективным. У нас было 86%. 20% респондентов стали клиентами. То есть, денежки перевели в этот банк. Это эффективность, которую, я думаю, что никто никогда, включая меня, не переплюнет. Потому что это было индивидуально. Потому что это было неожиданно. Потому что это было связано с шоком. Абсолютно верно. Эмоции в чистом виде, на самом деле. Расскажите, как вы относитесь к провокационному маркетингу по телефону прямого эфира 495-6510-996. Ну, либо напишите на сайт Финам.ФМ. А мы продолжим после новостей. Продолжаем обсуждать рекламу с Юнием Давыдовым, генеральным директором и владельцем агентства провокационного маркетинга R&I Group. Юни, откровенно, вот реклама и вот такого плана агентства, как бизнес, вообще, насколько он интересен? То есть, много денег удается зарабатывать? Откровенно? Я что, самоубийца? Откровенно отвечать в прямом эфире. Знаете, я субъективен. Дело в том, что могу сказать откровенно, что у меня кроме этого бизнеса ничего нет. И я купил квартиру, наконец-то, неплохую, совсем рядом с офисом, чтобы как можно быстрее добираться до офиса. И так продолжается 15 лет. Поэтому я субъективен. Я к этому бизнесу отношусь как к ребенку, а не как к бизнесу. Не как к дойной корове, а как вот скорее к какому-то детищу. Ну, это такое, знаете, я себя чувствую уже дедушкой, потому что ребенок стал взрослее, умнее, сильнее, вышел из-под контроля. Видите, даже партнер появился, видимо, долю пришлось ему отдать. С огромным удовольствием отдал долю, потому что это совершенно гениальная девушка, которая прирожденный жесткий управленец. И она очень многое мне дала. То есть вы занимаетесь креативом, она больше организационными вопросами? Так распределяется роль? Сейчас она ничем не занимается, потому что она, как выяснилось, вдруг, внезапно, она оказалась женщиной. Она стала беременной, она уехала в Америку рожать. И мы с ней по скайпу созваниваемся. Но сейчас у нас достаточно большой управляющий штат. У нас есть много не таких витающих в облаках креаторов, а серьезных топ-менеджеров. Поэтому, в общем, ну, все в порядке с компанией. Да, удается зарабатывать. Да, это неплохой бизнес. Я бы, ну, с точки зрения бизнеса, наверное, все-таки наркотики и проституция будут поинтереснее. Ну, обороты-то хоть расскажите. Уж не прибыль, но хотя бы выручку. Ну, у нас есть цель. У нас, мы пока этой цели не достигли, чтобы оборот был миллиард. Но я надеюсь, что... Рублей. В этом году, да. Наверное, не долларов, да. Нет, не долларов. В рекламе оборот в миллиард долларов возможен в каких-то международных холдингах. А мы Шарашкина контора. Но Шарашкина... Да нет, мы хорошо живем. Знаете, почему не буду рассказывать оборот? Поверите ли, что я не знаю точных цифр. Вот это мое счастье. Партнер знает, который в Америке. Партнер знает, но она вам не скажет по другим причинам. Мы как-нибудь отдельно ее пригласим. А что с рынком, с конкуренцией? Что происходит на этом рынке сейчас? Может быть, кстати говоря, нам кто-нибудь по телефону прямого эфира 6510-996 расскажет. Ну, либо напишет на сайт Финам.фм. Может быть. Но я могу сказать, что я не знаю конкурентов. Я их не вижу. Не потому что я самый крутой, а потому что рынок на самом деле такой гигантский, Георгий. А нас так мало профессионалов. А как же финансовый кризис, сокращение расходов на сокращение рекламных бюджетов? Вот это нет? Это все другая вселенная? Вот это полная ерунда. На самом деле, кризис это отдельная тема. Нам не хватит минут. Но я абсолютный сторонник банальной истины, что кризис начинается в головах. И раскручивают его с помощью рекламных технологий. Кризис. Нет никакого кризиса. И не было никакого кризиса. На самом-то деле. И мы в тот кризис 2008 года... То есть банк Лемон Бразерс рухнул просто так? Я не знаю про банк Лемон Бразерс. Я знаю про Россию. Я знаю, что в тот кризис, это факт, мы нанимали людей. Мы бросились в атаку. И в кризис мы в тот выросли очень существенно. То, чего мы не могли себе позволить в 2007. У нас произошел скачок. И сейчас тоже ходят слухи о кризисе. Я ненавижу эти слухи, сплетни и домыслы. Потому что под ними нет, на самом деле, ну никакой абсолютно основы. Они все рождаются из наших страхов, эти слухи. Самое удивительное, что когда масса людей во что-то истово верит и чего-то истово боится, это материализуется. Ну да, в общем, как мы уже говорили, можно это использовать в рамках провокационного маркетинга. Да, но мы этим не занимаемся. Это не те провокации. Мы занимаемся провокациями, которые в результате все равно должны улыбать людей. Они не должны быть как такая затрещина. Знаете, они должны человека побуждать к тому, чтобы он креативил, чтобы он творил, чтобы он сам придумывал чего-то вместе с нами. Вот такая реклама. На самом деле, это очень большая головная боль, каждый раз создавать такие вот индивидуальные проекты. Ну а такая реклама по-настоящему эффективна для производителя. Какие у вас планы на будущее? Что дальше? То есть в рамках этой компании, либо может быть какие-то другие компании? Вы как бизнесмен, о чем думаете? Ну, у нас есть план открыть в Нью-Йорке офис. Мы сейчас смотрим помещение. У нас есть план захватить вселенную не позднее 2015 года, второго квартала. У меня есть план, я очень... Мой личный план на будущее. Я хочу, чтобы я работал в компании R&D. Я очень хочу, чтобы кайф не уходил. Вот баланс кайфа и денег, баланс удовольствия и оплаты – это очень ценный баланс. Очень важно, да, поддерживать этот баланс. И очень важно, я считаю, моей задачей поддерживать правильную атмосферу. Вот несмотря на то, что у нас действительно серьезные клиенты, большой бюджет, у нас хорошая, странная атмосфера. У нас по офису собаки бегают живые. Приезжайте, посмотрите. У нас там 700 квадратных метров очень странного пространства. 700 квадратных метров? Да. Интересно. Ну, мы большая компания. А вы где сидите? Дизайн-завод «Флакон». А, ну да. Это такой новый центр. Мы, на самом деле, были первым якорным арендатором в этом месте. Получили связанные с этим привилегии? Получили, потому что, когда мы туда въехали, там была стройка. Ирина, вот у нас примерно 6 минут у нас осталось. Один вопрос. У меня дело в том, что есть знакомая, которая работает также в рекламном бизнесе. И я ее спросил, ну вот, что тут происходит. Она говорит, ну вот, есть такая проблема, что очень много, большая битва идет за рекламные бюджеты. То есть, и, по сути, эта битва превращается в какую-то битву откатов. Да, то есть, кто больше даст. Вот что скажете, так ли это или нет? Нет, это не так, откровенно скажу. Да, это было так. Была битва откатов. Но сейчас это не так. Ваша знакомая, видимо, работает с либо российскими производителями, либо с крупными, ну, какими-нибудь вьетнамскими. В международных корпорациях, конечно, есть откаты. Не буду врать. Я же не ангел в белом. Я бизнесом занимаюсь, рекламным в России. Конечно, есть и откаты. Но процент этих откатов снижается и ощутимо. Это легко объяснить. Дело в том, что если я работаю сейчас, это и мое счастье, и в некотором смысле проблема. Но я работаю с крупнейшими монстрами рынка. ФМСГ, там, Кока-Кола, Филипп Моррис, Дженерал Моторс и так далее. А вот в этих компаниях люди получают белую высокую зарплату. И поэтому, конечно, все люди одинаковые. Если бы человек получал 100 рублей за свою работу, он бы искал необходимости дополнительных заработков и брал бы откаты. Но сейчас просто люди не будут рисковать своей хорошей работой, которую они любят, и высокими деньгами для того, чтобы получить какой-то откат. Я вот с этим сталкиваюсь достаточно часто. И меня радует, что мне все меньше и меньше приходится предлагать какое-то стимулирование сейчас. Вот в этом сегменте с крупным бизнесом я свидетельствую, что, по крайней мере, по опыту моей компании это не так. То есть тенденция, можно сказать, оптимистичная. Оптимистичная. И это стереотип, то, что говорила ваша знакомая. Ну, я не знаю, как бы я этим не занимался. Если она хорошая знакомая, пусть приходит к нам на работу. Нам дико нужны профи. Хорошо, я передам ей. Юня, и про вас немножко хобби, увлечение, что-нибудь, что не работа. Что вы делаете в свободное время? Бизнесмен, с компанией, собственник. Что вы делаете? Мне по-прежнему поступают предложения писать. У меня есть несколько сценариев, я их продал. Эти сценарии купили самые звездные режиссеры наши. Фильмы, сериалы? Да, фильмы. Фильмы, не сериалы. Сериалы – это легкий бизнес, все просят. Но я мечтаю, что я этим займусь снова. И я все-таки этим займусь. И найду возможность переломить жизнь как-то и свалить месяца на два куда-нибудь. Дауншифтинг? Нет. Не думали? Нет, нет. Я не буду никуда уезжать от моей замечательной дурацкой компании. Я просто поменяю распорядок, чтобы написать что-то. И, кстати, это будет по-любасу. Это будет про рекламу. Это будет какая-нибудь трагедия. Это будет экшен. Это будет комедия. Потому что то, чем мы занимаемся, это очень тяжело. Это страшная головная боль. Но если посмотреть на это с высоты птичьего полета, это дико смешно, Георгий. Вся наша жизнь состоит из косяков и анекдотов. И мы все в этом бизнесе абсолютно ненормальные. А расскажите, может быть, какой-то забавный случай. У нас осталось буквально две с половиной минуты. Что-то такое можете вспомнить? Из недавнего, наверное. Забавный случай из недавнего. Да. Нет, на него в две минуты я не уложусь. В две минуты мы не уложимся. Лучше. На самом деле, одно из главных слов в современной рекламе – это тизер. Интрига. Замануха. И я, как профессиональный рекламщик, подвешу тизер. Мне нравится ваша радиостанция, мне нравится финал. Я не раз выступал, я хочу еще. Поэтому я подвешиваю тизер. Вот тот самый случай, который, уважаемые радиослушатели, абсолютно крышесносный, который я не успею рассказать сейчас, я расскажу в следующий раз. В следующем эфире? Да. Такой банальный тизер. Тогда, что я могу сказать? Спасибо вам, Юний. Это была программа «Бизнес-классный Финам.ФМ». Ну и, кстати говоря, небольшой анонс. В 21 час сегодня слушайте программу «Археология». Тема будет такая. Университет 21 века. Конкурентно ли российское высшее образование? А в качестве гостя позовут Игоря Федюкина. Заместитель министра образования и науки РФ. Тоже, на мой взгляд, вполне актуальная тема. Так что в 21 час сегодня слушайте «Финам.ФМ». Ну и, впрочем, в другое время во все остальное также слушайте «Финам.ФМ». Это был Георгий Вербицкий. Это была программа «Бизнес-класс» на «Финам.ФМ». Делайте деньги с удовольствием. КОНЕЦ ФИЛАГИН.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.